Молодежное первенство Европы по настольному теннису, несмотря на то, что проводится впервые в истории, объединило немало участников. Это мастера мяча и ракетки из 34 стран. Подобный турнир, в котором принимают участие теннисисты до 22 лет, говорят и организаторы, и тренеры, был просто необходим. У нас была проблема, мы всегда теряли спортсменов, вышедших из 18-летнего возраста в старший возраст, потому что в сборной закрепиться сложно, и необходимо было время для того, чтобы проявить себя и показаться тренером сборных подольше. Но организм еще юный совсем, и проявить себя не удавалось первые два года. А потом спортсмен постепенно уходил в другие направления деятельности, и мы таким образом теряли. И именно первенство Европы даст молодым спортсменам дополнительное время для того, чтобы закрепиться в национальных командах. Такой воспользовались более ста теннисистов. Мы, вся наша сборная Италии, очень хотим на этом турнире выступить достаточно хорошо, показать себя. Вообще, конечно, у нас большие ожидания от этого турнира. Сегодня, в первый день турнира, стартовал первый этап чемпионата. Всего в одиночном разряде игроков ждет три таких этапа. Среди девушек неплохие шансы на победу у румынок и немок. Среди юношей основные претенденты на золото – спортсмены из Швеции, Словении, Хорватии и Венгрии. Они занимают первые строчки в списке сеянных игроков, первенства и высокие позиции в мировых рейтингах. Но, что касается россиян, то задача минимум от тренерского штаба в одиночном разряде – это войти в восьмерку сильнейших. Ну а стартовали наши ребята неплохо. Я играла с итальянкой, выиграла 4-0. Ну, для начала нормально, но несколько сетов были такие напряженные. Но будем стремиться выиграть медаль. Что касается парного разряда, здесь есть все шансы на медали. Итоги первого в истории молодежного чемпионата Старого Света по теннису в Сочи подведут 5 февраля. В этот день запланированы финальные встречи и в одиночном, и парном разряде. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ.